И снова на те же грабли. На удочку мошенников с каждым днём попадает всё больше жителей нашего города. Схемы обмана множатся в геометрической прогрессии, но есть в них что-то схожее. Людям звонят от имени сотрудников правоохранительных органов либо банковских специалистов. Говорят об угрозе, что навеслено над их счетами и предлагают свою помощь. 14 июня этого года аналогичным способом гражданину поступили звонки на сотовый телефон гражданина, после чего в несколько кредитных организаций данный гражданин пришёл, и все денежные средства, которые находились у него на счетах, он обналичил. Эта сумма составила порядка 5 миллионов рублей. Мошенники предусмотрели даже вопросы представителей банков, которых потерпевший обналичивал деньги и проинструктировали свою жертву. Ему сказали, что верить никому нельзя, так как операция по поимке мошенников, в которой он участвует, только начинается, и, что немаловажно, разглашение оперативной информации карается уголовной ответственностью. Данное денежное средство в размере около 5 миллионов рублей он перевёл на 462 номера телефона, которые мошенники ему диктовали через различные банкоматы, находящиеся на территории города. На каждый номер телефона гражданин переводил примерно по две транзакции в сумме от 10 до 15 тысяч рублей. Когда у саровчанина закончились деньги, мошенники попросили его взять кредит на сумму около миллиона рублей. При оформлении кредита банковские сотрудники предупреждали его о возможных мошеннических схемах, но мужчина уверил их, что деньги берёт для личных нужд. Этот миллион он также перевёл злоумышленникам. Общий ущерб, нанесённый гражданину, составил примерно 6 миллионов рублей. В любом случае ни сотрудники полиции, ни сотрудники кредитных организаций никаких операций по поимке по телефону не проводят, никакую информацию не запрашивают, никакие, соответственно, операции по снятию денежных средств и переводу их на другие счета не производят. Зачастую мошенники используют современные технологии, благодаря которым звонок с сотового телефона может высвечиваться у адресата как номера служб урегулирования банковских вопросов, либо номера правоохранительных органов. Поэтому любую входящую информацию для своей же безопасности необходимо перепроверять. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.